О деятельности районной добровольной народной дружины на заседании комиссии по профилактике преступлений и иных правонарушений отчитался ее командир Дмитрий Лазуткин. Сейчас в районном ДНД состоят 147 человек. За год дружинники провели более 80 мероприятий в городских и сельских поселениях Шелугского района. При участии народных дружинников было составлено 40 протоколов нарушения законодательства. Перед главами поселений поставлена задача активнее принимать участие в привлечении инициативных граждан к патрулированию территории. Это должно делаться точно в соответствии с действующим законодательством, подчеркнул заместитель руководителя администрации Евгений Петеримов. Все добровольные народные дружинники должны быть застрахованы и введены в реестр добровольной народной дружины Щелковского муниципального района. На комиссии обсуждался вопрос обеспечения подростков досугом и занятостью в новогодние каникулы. Школьников в эту замечательную зимнюю пору, как и в прошлом году, ждет много приятного. Это и возможность сходить на спектакли, как в дворцы и дома культуры здесь, в Щелкове и в поселениях, так и с выездом в Москву. Кстати, о том, что полиция обеспечит сопровождение автобусов с детьми сотрудниками ГАИ, тоже говорилось на совещании. Поднимался вопрос и о том, что надо позаботиться о детях из малообеспеченных семей. «Может, кто-то организует пару мест для проката коньков? И где контрамарка, я говорю, этих необеспеченных и неблагополучных мы обеспечим через комиссию, через это все. Услышали, нет?» Участники совещания обсудили проект сети социального проката коньков и лыж. Услугами точек проката смогут воспользоваться ребята из семей, нуждающихся в поддержке государства. На каждую семью будет оформлен ваучер. Спортинвентарь для точек проката будет закупаться, если получится опереться на финансовую помощь предпринимателей и меценатов. Возможно, и семьи, в которых дети уже выросли, а коньки и лыжи остались, тоже поучаствуют в хорошем деле и предложат их в дар. Это тоже обсуждалось на совещании. Его участники планируют таким образом организовать стабильный досуг в зимнее время для мальчишек и девчонок, а кого-то из них, что совсем не лишнее, тем самым отвлечь от вредного влияния улицы. На комиссии были проинформированы главы и руководители администрации поселений о том, как будет обеспечиваться безопасность граждан в ходе массовых новогодних мероприятий. Андрей Цеханович, Валерий Жиглей, телерадиокомпания «Щелково».